Привет! В Израиле в субботу не работает общественный транспорт, закрыты кошерные рестораны и не работает большинство торговых центров. Я живу в Израиле 35 лет и сегодня я покажу вам, куда можно пойти в Тель-Виве в субботу. Идемте! Кстати, оставайтесь до конца ролика, я дам вам несколько лайфхаков, как можно спланировать ваш отпуск в Израиле. Мы находимся в парке Аркон. Это как раз одно из таких мест, которое доступно 7 дней в неделю, в том числе и в субботу. В парке есть 6 садов. Кстати, вот эти камни за мной вам ничего не напоминают? Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Да? Ну просто раз вы тоже видели шакалы, помните? Ну, паха не дороже. Играет музыка. Играет музыка. Видимо, они не опасные разы. Играет музыка. Играет музыка. Ну, я не знаю. Но если с ними ничего не делаю... Ой, реально красивые розы, смотри. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, здесь же написано Ахинокактус 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 В субботу можно пойти в Тель-Авивский порт. Раньше здесь действительно был порт. До 65-го года прошлого века Израиль экспортировал апельсины во все уголки мира. И это был порт. Все вот эти помещения, это были склады, где в основном находились апельсины. Сейчас это все переоборудовано под торговые центры, рестораны. В субботу сюда можно прийти. Часть магазинов открыты, все рестораны практически работают. Можно погулять по набережной. Продолжение следует... Смотрите, здесь парковка для велосипедов. И рядом такая установка с насосом, наборы ключей. Если что-то случилось с велосипедом, нужно починить на месте. Все продуманное, все для людей. Обязательно посетите кондитерскую Мейсон Кайзер. Мейсон Кайзер. В субботу можно пойти на пляж, температура воды здесь достигает зимой 20 градусов и для европейских туристов это вполне нормальная температура, чтобы зайти в воду. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Здесь есть всякие активности для детей, например, вот такая вот штука, насос, вы можете качать воду. Субтитры подогнал «Симон» Есть вот площадка также для пляжного волейбола. Если вы проголодались, можно пойти в кафе «Арома», который находится прямо напротив пляжа. «Арома» — это сеть израильских кофей. Там вкусный кофе есть, сэндвичи есть, салаты — все очень вкусно. А сейчас, как и обещал, полезные лайфхаки. Позаботьтесь в субботу, чтобы у вас была машина, либо снимите гостиницу в центре города. Если вы летите израильской авиакомпании «Эляль» при заказе билета, если вы сможете доказать кошерную еду, она вкуснее. В любом ресторане вы можете попросить графин воды, это абсолютно бесплатно. А теперь несколько аппликаций, которые стоит установить на ваш телефон. Вейс — популярный навигатор, в Израиле учитывает пробки, панга. Аппликация для оплаты услуг на дороге, можно оплатить уличную парковку. В Израиле места для парковки обозначены белосиней разметкой. Мувит поможет найти оптимальный маршрут, если вы пользуетесь общественным транспортом. Продолжение следует...